Я честно, я поражен, удивлен и даже я могу сказать восхищен поддельные наушники, которые охренеть себя как ведут, как настоящие. Всем привет, всем привет, меня зовут Костя Павлов и это у нас сегодня почти классическое вскрытие. Почему почти? Потому что здесь есть то, что я уже вижу, это AirPods Pro, я их специально заказал, это подделка и это мы оставим на закусочку, так скажем, и сравним их с настоящими. И вот это, как мне кажется, я знаю, что это такое, скорее всего это типа проверки рекламы и новый сюрприз-бокс, которого я еще не вскрывал, не открывал и вот сегодня мы с вами это все увидим. Начнем сегодня вот с этой посылки, потому что у меня есть подозрение, что это очередная хрень, очередная фигня, это очередная реклама, которая нам говорит, что это будет зеркало, бортовой компьютер в ультратонком корпусе, плюс камера заднего вида. И все это знаете за сколько? За 1990 рублей. Хотя честно, сайт не очень похож на разводной, а похож прям на настоящий какой-то нормальный сайт. Операционная система Android 5.0, GPS, навигатор, постоянно в сети, Wi-Fi, 4G, 3G, съемка Full HD днем и ночью, подключение к любой штатной акустике, датчик удара даже есть. Ё-моё, это же просто за 2000 рублей столько всего получаешь, да ладно? И, естественно, есть куча отзывов. Очень красивый зеркало, подключается легко. Так, ну типа люди говорят, что типа все это правда и все по-настоящему. Ну что ж, давайте проверять. Не знаю, я даю 95%, что это полная хрень и не может за 2000 рублей нам прислать именно то, что они заявляют в своей рекламе. Так, так, так. Ну, выглядит, конечно, все это парфозно, как минимум. Я сейчас прикинь там прям вот именно то, что они заявили. Да, ну конечно. Да, 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 я помню, помню это зеркало. Мы уже его проверяли. Ну, может не прям такое конкретное, но подобное. Вот здесь вы сейчас видите кадры с этой проверки. Ну, реально, это прям копия. Ничего больше у нас в комплекте нету. Ну, никакой нахрен это там не бортовой компьютер, там не знаю, что они там еще выдумывали, напридумывали. Самое обычное зеркало с регистратором. Конечно, в целом-то удобная штука, но, в общем-то, очередной обман. Ну, то есть, реально, у меня сейчас смысла его нет проверять, потому что вот вы до сих пор видите вот эти кадры с нашей проверки. Это просто обычное зеркало. То есть, вот здесь проверка была правдивая, потому что там мы проверяли регистратор в зеркале, то здесь уже обман идет. Самый натуральный. Посмотрим, что это за новый сюрприз-бокс, потому что, я так понимаю, ребята, из сюрприз-бокса под Новый год нам что-то готовит интересненькое. И вот, вот мы должны узнать, что же это такое и с чем это все едят. И, кстати, может быть, там у нас есть что-нибудь съестное, в принципе, вполне себе да. Я вам открою небольшой секретик. Буквально часа полтора назад мы снимали научные нубы, где мы все делали во фритюре. Если вы не смотрели этот ролик, посмотрите его обязательно на канале Лист ТВ. Я такой объевшийся, вы не представляете, капец. Так что, если здесь что-то съестное есть, я не уверен, что я это буду пробовать. А давайте вы первые это увидите, а потом увижу это я. А, все-таки съестное есть у нас, ага. Так, это у нас провод. Это у нас печенье Твикс. Вот это я, кстати, ни разу не пробовал. Милка-шоколадка. Орео. Печенюшка. Киткат. Лавиз. Джелли Белли Супермен. Леон Вайт. Бабл Гам. Ресес. Что? Как, что бы это ни значило. Дарк Милк. Вот эта штука, кстати, нам уже попадалась. Это уже попадалась. И это, в принципе, попадается достаточно часто. Такая есть. И эта штука нам тоже уже попадалась. Хм. У меня возникает вопрос. А что здесь нового? Правда. У меня все это уже попадалось. Ну, кроме Твикса, наверное. А вот этот провод. Вот этот провод интересен, знаете, чем? Что здесь, как я понимаю, сразу три в одном. Вот это прикольный проводочек. Удобно в том плане, что ты можешь с собой просто в рюкзак его кинуть, да, и у вас на каждое устройство есть своя зарядочка. Но в целом, как я уже вам сказал, мне все это уже попадалось. И вот эта большая кнопка Интер, и вот эта миллион тысячу игр мне тоже попадалась с Максимкой. Поэтому я даже не знаю, что вам здесь показать. Ничего нового я вам не покажу. Алло. Да-да, Никит, привет. Да, привет. Слушай, слушай, я сейчас открывал, открываюсь, открыл уже сюрприз-бокс, вот, и реально у меня все это было. Вот все, все, что у меня здесь попалось, у меня уже было. Ну, это потому, что ты уже все боксы открывал, ну, и все товары, которые уже попадались. А это самый новый бокс по сети, это сюрприз-бокс-микс, там попадают четыре гаджета и одиннадцать вкуснях. А, в этом суть. Это сама новинка, да. А, четыре гаджета и куча вкуснях. В этом суть. Да, и куча вкуснях, да, это микс, да. Ага, и сколько такой стоит? Полторы тысячи рублей. Полторы тысячи, просто у меня администратор же заказывает, я не всегда знаю, какая цена его. Да-да, я понял, я тебя понял. Все, ну, короче, как будет совершенно новый бокс, с совершенно новым наполнением, я жду тогда новиночки. Давай, давай, договорились, заказывай. Все, давай, пока, я сейчас все скажу. Ладно, давай, давай. Я думаю, вы поддержите мою идею, что когда уже совершенно новое наполнение будет, потому что, ну, открывать одно и то же неинтересно, я думаю, ни вам, ни мне. Вот, когда будет совершенно новое наполнение, то мы закажем новую сюрприз-бокс и посмотрим. Если вы за, ставьте большие пальцы вверх. Ну, и вишенка на торте сегодняшнего выпуска – это поддельные AirPods'ы, которые стоят ни много ни мало 6 тысяч, в принципе, чё. Если они хотя бы похожи на эти, на настоящие, то, блин, может быть, их и стоит покупать. Ну, хотя бы повыпендриваться. Давайте сначала посмотрим оригинальные. Так, вот так вот они, в общем-то, выглядят. Честно скажу, они стали выглядеть более-менее, как много разных других наушников. Не особо теперь как-то эта вся тема выделяется. Давайте попробуем их вставить в уши, насколько они комфортно, удобно и вставляются. А, ну, вообще изи. Я, я серьезно вам говорю, я первый раз пробовал вставлять. Очень изи вставляются, просто капец. Ну, потом еще их подключим, попробуем по ощущению и по звуку. Сейчас пока ничего не подключим, но, блин, прикольно. Ну, понятно, что они вообще никогда не вылетят. Все, супер. Вставляются вообще изи. Блин, самое интересное, самое интересное. Ну, даже по коробке бы я уже догадался, наверное, что это не настоящий. Потому что, ну, настоящие себя так не ведут. Так. Вот тут у нас все как обычно. Буклетики всякие. Пока что все очень похоже. Сверх, я бы даже сказал, похоже. Так, здесь у нас охренеть. Смотрите, они даже добавили этих резиночек в уши. И реально все как в настоящих. Офигеть. Просто офигеть. Ох, блин. А вот, кстати, я, знаете, я не знаю, в настоящих так же или нет. Потому что здесь получается с одной стороны Type-C, а с другой стороны эти Lightning. Вот я серьезно не знаю, в настоящих так или нет. Потому что мне настоящие дали только самоупаковочку и все. Прикольно. Так. Так, смотрим. Ну, да, конечно, качество сборки, конечно, да, так себе. То есть, вот смотрите, тут прямо вот, ну, видно, вот настоящие, да, вот так вот. А вот подделка, вот смотрите, она прямо вот худуном ходится, а вот настоящее ничего. Качество сборки, конечно, так себе, но в целом это выглядит прям, что называется, найди 10 отличий. И ты их не сможешь найти. Так, сами наушники. Да охренеть. Они же, они же просто один в один, блин. Как их теперь, например, отличить? Правда, я не знаю. Смотрите. Даже вот вмятинка, смотрите, здесь вот вмятинка есть. И вот здесь вмятинка есть. Да не, они прямо идентичны, совершенно идентичны. Так, ну, кажется, я нашел большое-большое несоответствие. Смотрите, в настоящих вот здесь вот есть, я так понимаю, это микрофончик, а в поддельных здесь ничего нету. Это, ну, не микрофон, ничего, это просто заглушка стоит. Вот, это единственное прям гигантское отличие. Все остальное прям один в один. Блин, давайте попробуем их вставить в уши. Не, ну, соответственно, вставляются они так же легко, как и настоящие. Вообще просто и точно так же идеально вставляются. Ну, потому что они полностью по форме сделаны, настоящих. Прикольно, слушайте, ну, правда, прикольно. Даже магнитится так же. Все, блин, прям офигенно. Офигеть, офигеть, а. Вот, конечно, китайцы молодцы, а. Так, давайте пробуем подключить настоящие. Подожди, они так, нет, сами не хотят подключаться. Погодьте, а мы не перепутали? Знаете, вот прикол в том, что даже настоящие, то есть, как бы, вот, если бы мне вот так дали, бы сказали, как ты думаешь, это настоящие или нет, я бы их поковырял бы, я бы сказал бы, что это не настоящие. Потому что закрываются они вот как-то вот так вот. То есть, видите, они не закрываются до конца, пока ты их прям сам пальцем вот так не сделаешь. Там они как-то не особо магнитятся. Ну, правда. Почему настоящие ведут себя как не настоящие? То есть, их надо прям самому пальцу туда всовывать. Что такое? Так, а вот если подделку возьмем? Подделка вообще нормально, просто закрывается легко. Более того, подделка вставляется легко. Ну, я же надеюсь, я не перепутал их. Блин, мы тут, по-моему, со всеми этими махинациями перепутали сами наушники. То есть, настолько поддельные наушники похожи на настоящие, что я их перепутал. Да, вот все теперь в футляре, и футляр теперь нормально закрывается. Наверное. Капец. Подключить. Да. Вы представляете, просто наушники поменял местами. Случайно охренеть. Просто я сейчас мог бы вернуть хозяину его ненастоящие наушники. Это просто кафец какой-то. Так, просто... Вот бы сейчас было, а прикол. Так, все. Мы все подключили. Так. Шумоподавление. Прям такое очень приличное. Прям вообще неплохо. Для таких наушников, я бы сказал, что это даже очень хорошо. И по музыке... Я сейчас себя вообще не слышу. Я понимаю, что я что-то говорю, но что я говорю, я не знаю. Ну, как бы, не слышу я этого. Мне кажется, я вообще, по большей части, получается, ору, наверное. Совершенно точно эти наушники, конечно, лучше, чем предыдущее поколение AirPods'ов. Прикольные наушники, нормальные. Вполне себе, как бы, но для меня это не какой-то там вершина, потому что уже и Sony сделали, и уже и Samsung, и уже кто только не сделали подобные наушники, вот. А AirPods'ы только сейчас. Фух, ну, главное, чтобы мы разобрались. Вот они, настоящие. Теперь самое интересное, это у нас проверить подделку. Да, да как так-то? Это подделка? Да, это подделка. Вот она, видите, она прям вот шевелится вся. Это подделка, и она прям реагирует как настоящие. Что за хрень? И происходит подключение. А такое вообще может быть, что поддельные ведут себя как настоящие, и телефон их воспринимает как настоящие? Правда, я не знаю этого. Пожалуйста, напишите в комментариях, может быть такое или нет. Потому что сейчас поддельные наушники подключились ровно так же, как настоящие. Прям один в один. Так, теперь по раз-два, раз-три. Ну, я не чувствую шумоподавления вообще. То есть, как бы для меня стало тише, потому что, ну, там эти затычки вакуумные, но шумоподавления вообще нет. Ну, они работают. Ну, в смысле того, что... Видите? Play. Они работают полностью. Честно вам сказать, что кроме вот того, что вот этого вот как-то вот так вот себя ведет, в остальном это прям очень годные наушники. Очень-очень-очень годные. Ой, а кстати еще. Они отключаются. То есть, вот смотрите, я убрал наушник, они отключились. Я вставляю наушник. Так. Так. Так, звонок проходит. Вот ответ. Поговори. Алло. Раз, два, три. Меня слышно? Раз, два, три. Я тебя тоже слышу. Я честно, я поражен, удивлен и даже, я могу сказать, восхищен. Поддельные наушники, которые охренеть себя, как ведут, как настоящие. То есть, кроме того, что у них нет шумоподавления, которое, по-честному, я не могу сказать, что сильно прям нужно. По качеству звука я не нашел разницы. Кстати, а давайте сейчас пригласим хозяина этих наушников и пускай он наценит. Ну, правда, потому что я охреневаю. Серьезно. Итак, это у нас Коля, владелец настоящих AirPods. Надеюсь, что настоящие, потому что мы их сравниваем с китайскими, они какие-то не отличаются. Не продали. Вот. Короче, я тебе даю... Подогоди, я уже опять запутался. Я тебе даю наушники. Вот, держи их. Так. Вставляю в уши и вот просто послушай. И просто попробую сказать, настоящее это или нет. Так, ну, за те три секунды что-то дал мне послушать. Нет, это фейк. Либо, короче, проблема с подключением, либо это фейк, потому что звук очень скакал сам по себе. Но качество звука такое же, как и на настоящих. Ну да, почему-то я слышал, что у тебя начало включаться-выключаться. У меня и так не было. Я могу проверить это следующим образом. Да. Ну, это фейк у них не переключается с режим на бесшумный. Ну, этого да, этого нету, да. Это я сразу сказал, что нету шумоподавления, но в целом именно вот сам звук. Ну, звук неплохой. Вот, это первый. Второй, они точно так же отвечают на звонок. Но, блин, сейчас реально, сейчас прям слышно, что они то включаются, то выключаются. То есть, когда я проверял, этого вообще не было. Более того, я тебе скажу по секрету, если ты будешь это видео пересмотреть, ты увидишь, что я их перепутал в какой-то момент, вообще просто я прям потерялся. Ну, вот смотри, вот так бы, посмотрев, ты бы какие сказал, какие настоящие, а какие нет. Я думаю, что тут же еще весь прикол в том, что, как они, амбишуры называются, вот, они же тоже отличаются. То есть, здесь они в фейках, они вставляются вот так, как бы на резинке. А в, ну, в оригинале она, как бы, прицепляется вот таким вот образом. А, во. То есть, это такая... Вот это классное отличие. Да, да, это такая насадка, то есть, с ней не это. Но, в целом, смотри, здесь выглядит, да, заткнись, они что-то то подключаются, то не подключаются, непонятно. Уморительные китайцы. Короче, здесь, видишь, выглядит так, будто это микрофон, а здесь, типа, его нет. Я подумал, что вот это подделка, потому что здесь, типа, нет микрофона. А оказалось все наоборот. Блин, вот это, кстати, клевая штучка, ты показал. И здесь еще, как бы, такая сеточка, таким образом, что, ну, то есть, вот она приклеена вот это вот внутри. И ты, как бы, не почистишь их нормально, по-другому, то есть, вот так оно работает. Все, понял, спасибо тебе, Коль. В общем-то, мы более-менее разобрались, и еще мы поняли, что китайские что-то как-то ведут себя в итоге странно. То включаются, то выключаются, но в целом, это, прямо, мне кажется, лучшая подделка эппловского чего-то из того, что я видел. По крайней мере, внешне выглядит реально симпатично. Тут не докопаться. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я скину, а я скину, что я оставлю, ты мне... Короче, я оставлю в описании ссылочку, подписывайтесь. Вот такой вот получился выпуск. Разоблачили сайт, который присылает не то, что у них заявлено в рекламе. Собственно говоря, открыли сюрприз-бокс, но оказалось, в общем-то, там то, что мы уже открывали много раз. Ждем новые сюрприз-боксы, и тогда тоже открываем их. Ну и, собственно говоря, честно сказать, удивили меня наушники сегодняшние. Как вы понимаете, естественно, это не реклама, потому что, ну, если бы это была реклама, я бы сказал бы, наверное, где их можно купить. А я вам не скажу, где их можно купить. Хотя, 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 могу и сказать... А, блин! А мы давайте сделаем приятно Кольки. Коля тот человек, который нам дал свои настоящие наушники. Вы подпишетесь на его телеграм-канал, вот, а он там в каком-нибудь из своих постов напишет, где же купить поддельные AirPods за 6 тысяч, которые очень-очень-очень хороши, но почему-то как-то иногда отключались. Может быть, не знаю почему. Вот. Такой вот получился странный какой-то выпуск, но мне, честно говоря, очень понравился. С вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока!